Пандемия COVID-19 меняет привычную жизнь по всему миру. В Японии, гуляя по улице без маски, вы можете получить неодобрительные взгляды. В Беларуси, наоборот, высшее руководство страны, игнорируя науку, не признает существование пандемии COVID-19. На глобальном уровне ношение маски стало жестом солидарности в борьбе с распространением коронавируса. Но почему некоторые люди так категорично относятся к ношению масок и как эта вынужденная мера изменит культуру и нашу жизнь? Давайте разбираться. Многие люди говорят, зачем носить маску, если она меня все равно не защитит от коронавируса. Действительно, Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что маска не защитит вас от коронавируса, она помогает вам не заразить других людей. Ведь вы можете не подозревать о наличии у вас коронавируса, и эксперты отмечают, что ношение маски выполняет не только профилактические меры, но и общественно важную роль. Митсутоши Хори, исследователь из Чосерского колледжа Великобритании и Японского университета Шумэй, считает, что распространяя культуры и практику ношения масок, люди демонстрируют солидарность друг с другом. Ношение маски служит наглядным напоминанием об угрозе от вируса и дополнительно стимулирует больше внимания уделять личной гигиене. Поведенческий экономист и профессор Гонконгского университета науки и техники Дональд Лоу сравнил ношение маски с ношением униформы. А вот социолог из Калифорнийского университета в Беркли Стейси Торрес считает, что введение масочного режима увеличит уровень ксенофобии в обществе, так как люди склонны делать выводы от человека по чертам его лица. Научные исследования доказали, что это ошибочный подход, который лишь укрепляет влияние стереотипов. Маски могут усугубить это влияние, ведь общество, в котором живут стереотипы и предрассудки, хуже принимает изменения и прогресс и старается их не допустить. Так же произошло и с масками. Люди не готовы принимать изменения, даже такие, как ношение маски в общественном месте. Их пугает новый образ жизни, ведь они не знают, что будет дальше. На отказ от ношения маски в публичном месте влияют и распространяющиеся теории заговора и фейки. Психологи также отмечают, что ношение масок в коллективах может привести к тому, что люди будут меньше отвлекаться и больше работать. Кроме этого, из-за ношения масок люди стали меньше переживать из-за внешности. Маска добавляет конфиденциальности, поэтому некоторые стали чувствовать себя более расслабленно в публичных местах. В свою очередь эксперты считают, что повсеместное ношение маски влияет на восприятие эмоциональных сигналов, как у детей, так и у взрослых. По выражению лица и интонации мы воспринимаем настроение собеседника. Также у детей развивается тревога от того, что они не могут идентифицировать прохожих в масках, они везде видят лишь незнакомцев, поэтому стоит заниматься и разговаривать со своим ребенком о пандемии и его чувствах. Отсутствие социальных связей, изоляция и даже такое новшество, как обязанность носить маску, может вызвать стресс. Бояться нормально, чувствовать бессилие, грустить тоже. Дайте волю эмоциям, не держите их в себе. Если не можете справиться с изменениями в своем состоянии самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам. С 11 мая в Украине ввели первое послабление карантина, но это не означает, что все закончилось и можно забыть о средствах защиты. Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Будем смотреть на развитие эпидситуации.